МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ПЛАСТИКА ЛАЙФ В предыдущей серии... Сегодня предстоит удалить папилому, а также специалисты попытаются разгладить носогубные складки. Так, укольчик. Что мы хотим сделать сегодня? Ввести препараты гиавуроновой кислоты в носогубную складочку. Начнем ее заполнить. Программа представляет ДНК Клиника. Это Пластика ЛАЙФ. Правдивые истории о пластической хирургии. Остались считанные дни до полного восстановления нашей героини. Напомним, Марина Архипова два месяца назад была выбрана авторским составом проекта на роль главной героини, опередив несколько десятков претендентов на участие. После трех перенесенных операций заживление проходило рекордными темпами. Поэтому Марина уже давно вернулась к привычному образу жизни. Тем не менее, в течение двух месяцев необходимо регулярно показываться врачу и строго соблюдать все рекомендации. Сегодня контрольный визит в клинику, после стоит показываться раз в полгода. Сегодня я просматривал фотографии. Даль, конечно, два разных человека. Сажите нам? Да, конечно. Я сама себя не снимаю. Вот вам, что было, и вот вам, что стало. Что есть. Разница, согласитесь. Все-таки заметно, да? Как мы убрали все эти складки, морщины, обвислость, век, мешки. Основная задача подобного рода операций, даже я считаю, не столько для кого-то изменить облик, ну, внешне, вот, со стороны, сколько мы меняем все-таки самооценку, мы ее гораздо повышаем. У меня такое ощущение, что у меня вот, как сказать, обновилась вот верхняя часть, да, то есть, как бы вот это у меня выпало. Ага. Из общей массы. Ну, декорректив. Очень, очень. Проект «Пластиколайф» в эфире уже два месяца. Нашу героиню даже узнают на улице. Ей также заинтересовались и коллеги-журналисты. Сегодня Марина дает интервью автору одного глянцевого журнала в новом для себя статусе. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте. Представите, вам это Наталья Дернова, журнал «Бивит журнал». Очень приятно. Очень приятно. С тем, что уже отошли от операции. Журнал, он темой пластики очень сильно интересует. Да, наш журнал посвящен красоте, моде здоровью, и как раз нам очень заинтересовал нас этот проект, поэтому мы хотели бы с вами поговорить, представить вас на наших страницах. Думаю, что это было бы интересно и всем, в принципе, жителям города Челябинска. Проходите, пожалуйста. Сначала уже расскажите для читателей, с чего все началось, как вы решили поучаствовать в этом проекте, что вас подвигло? Ну, началось все с возраста. Как возраст пришел, взял свое, и как бы, то есть, были такие возрастные изменения. Ну, как бы, возрастные изменения, это мне уже хирург потом сказала. Вообще-то, как, ну, грубо так, с точки зрения обывателя, мешки такие над глазами, под глазами. То есть, это, в общем-то, было стартовой точкой. Мы, как бы, думали об этом. Я с дочерью, у меня есть такая, как сказать-то, подружка. Вот, как бы, звонили, узнавали. Ну, все равно хирургическое вмешательство, как бы, опаска такая была. А тут случайно увидели рекламу, и просто, ни о чем не думая, как бы, отправили анкету. А что вас сдерживало? Почему вы описания были? Ну, операция, все равно она операция, как бы, ну, думаешь, там, ну, а вдруг само пройдет, а вдруг там, не знаю, кремочку, да, рассосется, там, как-то. Ну, всегда же проще так, чтобы я так, как-то так, махнул, и все красивенько. Я вообще, как бы, так, в последнее время суту, ну, это с лицом связано, то есть, глазки вниз, там, челочек, да, ну, так вот. Смышало меня вот это вот со временем, в последнее время, конечно, видишь, сейчас. Все очень нравится, вообще, очень счастливо. А грудь, я не стеснялась. Я ходила вот так и носила одежду вот такую закрытую, хотя в закрытой одежде, как оказалось, грудь видна сильнее. А что было дальше? Вот после того, как вас разбудили, вот вас прооперировали, что вы почувствовали? Первая моя мысль после того, как я посмотрела, была, что я живая. Вот уже говорила, на камеру уже показывали, да. Ну, я не то, что я не знаю, что я помру, ну, вот, как сказать, просто вот все позади, и, как бы, что дальше будет, будем с этим жить, а, то есть, как бы, самое страшное уже закончилось. Непонятная ночь, сразу после операции. Она в чем была непонятная? Я не спала, у меня ничего не болело, я просто не спала. И вот какие-то, я сейчас даже не скажу, что там какие-то мне плохие или хорошие мысли посещали. Ну, такое впечатление, как будто я вот, как бы, все перестраивалась на что-то новое, вот, как-то, какие-то... Это был не дискомфорт, это не было удобно, это вот что-то такое вот неописуемое какое-то. Вот ночь была для меня какой-то неописуемой. В корне ничего не изменилось, меняется много, меняется до сих пор. Ну, внутреннее мое состояние такое было, что я никогда не выглядел... Ну, как бы, внутренне я не чувствовала себя, ну, вот, свой биологический возраст. То есть, мне всегда как-то, я считала себя помоложе, ну, не знаю, почему. Не потому что там что-то, как бы, бегать, там, скакалки попрыгать, просто вот, какой-то вот, и не заторможенность где-то там, не задержка в развитии. Просто помоложе. Поэтому сейчас, когда я смотрю на себя в зеркало, и вот сейчас я нахожу, как бы, какое-то соответствие своего внутреннего и внешнего состояния. То есть, ну, ближе к истине, так скажем. То есть, сейчас оно соответствует. До этого, ну, я стеснялась своего внешнего. Я стеснялась. Я увидела настолько красивую, привлекательную, уверенную в себе женщину. Вот, и если это действительно результат операции, да, я ее не видела до этого, то это просто, ну, чудо какое-то. И дело ведь даже не в том, что вот она стала, так, у нее там убрались морщины, там, или выросла грудь, а вот это самое, что у нее загорелись глаза, что она, да, вот говорила, что я чувствую в себе столько сил, столько, вот, это настолько важно. Наш проект уже в двух шагах от финала. Марина завершает курс реабилитации. Осталось несколько восстановительных процедур, после чего посещать косметолога нужно будет в рядовом порядке. А тем временем «Пластик А.Лайф» объявляет о новом телевизионном сезоне. Кастинги состоятся в середине декабря, а анкету на сайте можно найти уже сегодня. 3WDNK74.ru. До встречи. Центр пластической хирургии ДНК-клиники. Высококвалифицированные специалисты, современное оборудование. Мы сделаем вас лучше. Телефон 211-0303. Восстановительная косметология в салоне красоты класса «Люкс Лоли». Телефон 265-92-82. Фотостудия Андрея Голубева. Рекламная и художественная фотосъемка. Рекламная и художественная фотосъемка.